В отличие от более крупных соревнований, обстановка на поле максимально неформальная. Тем не менее, первенство России по футболу среди команд спортивных школ проводится под патронажем Федерации футбола Московской области. На поле вышли юноши 2003 года рождения под чутким руководством тренеров. Сели, ребят, сели! После разминки команды выстраиваются на кромке поля, но возникает неожиданная пауза. Вопреки регламенту, игроки команды «Спартак» Орехова одеты в разные гетро и шорты. На одной из игр похожая ситуация случилась с видновчанами. Нас заставили переодеваться, чтобы не было двояких стандартов. Мы тоже самое вопрос задали судье. Сейчас ждем, какое решение он примет. После недолгого ожидания, в ходе которого главный судья консультировался с коллегами, играть в команде из Орехова все же разрешили. Видновский «Олимп» и «Спартак» Орехова в рамках первенства уже сыграли по пять матчей. При этом два из них «Спартаковцы» проиграли. Олимпийцы сыграли лучше. Три матча выиграли и два сыграли в ничью. А потому чувствуют себя более уверенно. После традиционного обряда рукопожатия игра началась. Уже с первых минут матча игроки «Олимпа» захватили инициативу. Практически все события развивались у ворот «Спартака». И даже если мяч оказывался у спортсменов в красных футболках, неизменно атаки захлевывались у ворот противника. Естественно, это дало свои результаты. В течение первых 20 минут мяч дважды побывал в воротах «Спартака». Но в штрафной «Олимпа» происходит нарушение, и в ворота видновской команды назначается пенальти, которое с успехом и было реализовано. Болельщиков этот инцидент не сильно обрадовал. Играют активно, но могли бы лучше, конечно. Но пока мы ведем это очень хорошо. В общем, впечатления могли бы лучше. Впрочем, напрасно наши болельщики переживали. Еще несколько конструктивных атак, проведенных в первом тайме, позволили закрепить преимущество «Олимпа» и закончить матч со счетом 4-2 в пользу видновчан. Это позволило команде занять четвертую строчку в турнирной таблице. Максим Козлов, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ.